Более 30 ярких работ. Результат труда участников кружка – шкатулка рукоделия. Трижды в неделю в Центре народного творчества собираются девчонки, которые учатся вышивать лентами. Те, кто пришел в самом начале, два года назад уже стали настоящими мастерицами. Когда я сначала пришла, было немножко трудно. А сейчас даже уже легко получается. Уже даже делаю быстрее это все, красивее. Обычно сколько времени это занимает? Ну, может быть занятие три-два. Иногда нужно больше времени. Зависит от узора, который девчонки выбрали для вышивки, и формата работы. Начинают с маленьких панно, потом переходят на более сложные изделия. Картины, шкатулки, подушки и не только. Я только сделала баночку, чтобы иголки туда и коробку. И еще шоппер вышиваю сумку. Там сердце, там розочки, паутинки, ромашки. И там еще надпись «Анна». Ты будешь его носить? Да, на занятия. Об интересных уроках рассказали подружкам. И в кружок потянулись новые лица. После первых занятий тоже остались довольны. С первой я сделала одну ромашку, потом на втором занятии я сделала две ромашки. Одну закрытую, которая уже расцветала, и вот. А другая немножко расцветла. И мне с первого раза понравилось вышивать, потому что это легко. А все потому, что у девчонок педагог с горящими глазами. Тамара Шкурко со всей душой подходит к делу. Учит правильно держать иголку, ровно сидеть за столом. Это важно. От мелочей зависит результат. Для работы нужна лента, гобеленовые иглы, минимум как 5-6 штук в работе идут, рама, это в конце уже работа затягивается в раму, и акриловые краски. Мы тонируем обязательно все работы. Рядом с изделиями учеников картины педагога. Яркие, масштабные, как живые. За свои успехи Тамара Шкурко не устает благодарить наставника. Мастерица Людмила Дубинская показала азы и до сих пор консультирует в случае трудностей. Но первое спасибо сказала маме, которая приобщила к творчеству. Воспитанницы кружка тоже не оставили любимого педагога без подарков. А еще приняли активное участие в открытии выставки, в которой усиленно готовились 3 месяца. Даже приходили на дополнительные занятия, чтобы успеть все вышить. И справились. Посмотреть на оригинальные работы можно в Центре народного творчества до 25 апреля. Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс.